Это Черная пирамида. Она построена, по официальным данным, в период Среднего Царства для фараона Аминипхета III. Это порядка четырех тысяч лет назад. Находится она в Дашуре рядом со знаменитой Ломаной пирамидой. Это закрытый объект, но нам удалось договориться о его посещении. Мы уже показывали вам видео из этой пирамиды на нашем канале, а в этом же видео вы увидите самый первый спуск Лаи в открытую тогда для нас пирамиду и глазами Андреша Саба. Посмотрите, что же он там увидел с его комментариями. А видео с подробным рассказом Андреша уже после посещения именно вот этого посещения этого объекта я прикреплю в описании. Приятного и познавательного вам просмотра. Так, а вот у нас алебастровый саркофаг. Вот и вот направляющие пазы, они пирамидные. Направляющие пазы. Ага, вот он. Так, можно ли я ближе туда подойду? Мы очень вспотели. Надеюсь, я не видел, как я вспотел. К черной пирамиде нужно идти через кладбище. Мы подъехали с ее... Так, с какой стороны? С ее восточной стороны, со стороны Нила. Значит, в ту сторону леса. Еще зелень. Мусульманское кладбище. И идем к пирамиде. Там уже вдалеке виднеется пирамида. Вот она. Я помню, надо было взять и там всучить. У нас следы я возникла. Только первые дожди. Килограмма три. А не четыре. А мы сильные дали. А ты думал, с пирамидами так просто? Жан Вундер, когда отдал, так руки тряхнул. Слава богу, избавился. Да ладно уже, что вы. Ой, еще секунду. Не такой же тебе прям. Что стоишь? Вова. Следующая жертва, да? Тут надо проталкивать. Ой, боже, деньги, деньги. Алексей, Алексей, можете ей дам? Спасибо, пожалуйста. Это на туалет не плачет. Это на удачу. На туалет? На туалет? Какой интересный вкус. Дальше удобнее. Мне уже нравится. Нет, а как отключаешься? Нет, спасибо. Чего? Спасибо. Итак, мы включили фонарики и спускаемся. Здесь даже ступенечки есть. Кстати, ступенечки аутротичные. В отличие от других, в первом месте, здесь все было застроено. Здесь мы сейчас рассказывали, что уступить здесь будет начальник. Да, спускаемся. Хорошо, слушай. Не запомнили. Денис, ты включил? Да, да. Видно все? Ну, плохо, если честно. Ну, насколько получается там, то ничего страшного. Ну, должно быть максимально все, чтобы заточить плей. Ну, переставляй тут галлю. Так, значит, тут идут ступени, в отличие от других пирамид. Коридор шире. Сложен из блоков. Здесь уже реставрация, а это оригинальный блок. Так, у нас тут реставрация, отштукатурена. Здесь видно, что она отштукатурена. А здесь у нас оригинальный блок, и вот тут видны стеки между ними. Вот, мы спустились вниз. Вот, здесь ядро пирамида, здесь видно скальное основание. Скальное основание. Здесь какими-то деревясками подберуты блоки. Здесь видны блоки перекрытия. Это все из белого известняка. Дальше, к сожалению, это новодел. Видимо, из-за того, что сверху обрушалось. И вот кузовым деревом выложили. Так, хорошо, что здесь свет включили. Так, здесь у нас есть одна какая-то яма под нами. Куда она там доходит? Не видно. Не видно, но она не глубокая. Так, идем дальше. Дальше, дальше. Нисходящий коридор не был вообще трудный. Входим в первое помещение с арочным перекрытием. Арочное перекрытие сложено из двух блоков, как пирамиди Микерина. И они округлены. Только здесь довольно четко и красиво. Так, ну, эти деревянные точно что старые. А там видно скальное основание пирамиды. Так, здесь какой-то глухой лаз. Вот это, наверное, древние блоки. Древние блоки. А здесь, а здесь у нас молодел. А здесь известняк. Так, идут вниз еще ступеньки. Причем ступеньки еще, видишь, фармусы для, как бы, тележки. Да, для передвижения какого-то объекта. Так, идем дальше. По коридору. Здесь такая часть прорублена. Видно, что облицовка была сложена. Так, здесь видно, облицовка сложена. И тут скальное основание. Значит, это все облицовано вокруг. Так, входим в следующее помещение. Значит, идет коридор в одну сторону. Идет в эту сторону. И здесь ящик. В виде саркофага. Но он такой квадратный. Они пытались, видимо, тут его склеить. Обработанный. Довольно хорошо. Но это белый известняк, если не ошибаюсь. Ой, прямоугольный. И что за желтые штучки, не знаю. Так, образец. Взять я не могу. Так как с нами здесь постоянно сопровождение. Идем дальше. Идет коридор в эту сторону. Ты фоткаешь, Никита? Отлично. Так, идет коридор у нас. В эту сторону. Так, все подперто деревянными балками. Это точно еще не древнее. Это новое. Будут, судя по их виду. Вот, заходим в помещение. Еще одно помещение. Очень запутанная система. Я уже не знаю, где я хожу. А, вот здесь блоки треснуты. Блоки треснуты. И, да, и тут, если в этом месте оно гладкое довольно, а здесь они сдвинуты с места. В этом, ну, должен сказать, что все коридоры удобны для прохода человека. Как я видел. Да, я полный рост вам. Вам 2 метра 90. Да, 3 метра. Вот. Вот, 1 метр 92, смотри. Ну, короче, идет около 2 метров, получается. Да. И все облицовано. Камнями выложено. О, еще один коридор идет. Что тут у нас идет? В эту сторону туристы не пошли. Одно боковое, простое помещение. Все сложено из блоков. Так, это белое, как будто его белели, честно говоря, выглядит. Так, дам следующее помещение. Здесь еще один момент, треснутый блок над перекрытием этого помещения. И, кстати, блоки пола тоже треснуты. Вот. Как и потолок, так и пол, все сложено. И, кстати, в шахматном порядке вот одна дверца идет, и другая дверца в другую сторону, в помещение. Здесь тоже блоки пола треснуты. И такое же помещение, как и там, с двух сторон. Есть треснутым потолком. И здесь есть небольшое пробитое отверстие, где видна, это уже, мне кажется, длинная кладка. Вот. Так, пошли дальше. Кладка не супер гладко-качественная. У нас еще одно помещение. Мы так и не попали еще к самому кафабу. Прикрытие. Так, тут более узкое помещение, треснутые листены. Да, ну смотри, какие эти скалки. Видите? О, здесь видно заплатка блоков. Заплатка. Так, подойдем. Здесь блоки сдвинуты, то есть как будто снаружи или скальное основание что-то давит на блоки. Что вы тут увидели? Смотри вверх, посмотри там. Ну это породы. Ух ты, как соль, как кристаллизируется. И вот в той стороне, в правой, посмотри там, дальше там тоже какой-то вход идет. Ага. Скопали, они не докопали. Ух ты, интересно. Что-то оно похоже такое, как будто здесь хотели выше помещение сделать, и они перекрыть этот вход хотели. Непонятно, отсюда. Или вообще, может быть, грабители оттуда хотели сюда проникнуть? Здесь сняли вот этот камень. А когда вы найдете этот камень? Не знаю. О, здесь кристалли соли хорошо видны. А их можно взять? А зачем они же распадутся? Нет, не нужно. А сейчас я буду распадутся соль. Иду, иду. Так, и здесь подходим к камеру с саркофагом. Очень запутано все внутрь. О, какая тут акостика. О, о, о. Обратно. Вот тут вообще не гудит. А тут... Ага. Ёлшенькин, вот как тут гудит. Покажу. Есть тесос. О, тут интересно. О, где иероглифы? Какие написи? Иероглифы? Крестик. Ну, что такое? Что? Нет, вот графит. Да нет, это современный. А вот здесь посмотрели какие-то знаки или что-то здесь? Не знаю. Такие-то знаки просто, нет? Нет, это просто... Вот это да, это похоже на какой-то знак. Ну, есть такой иероглиф, но остальное это просто нацарапано. Так, здесь, здесь, причем тут пол сложен из нескольких слоев блоков. Вот один слой, на котором я стою. Второй слой идет, да, и он стоит на не знаю чем. Так, и здесь самое крутое, наверное, что тут есть. Саркофаг гранитный. Вот это, конечно, шедевр. Чем он шедеврен? Ну, посмотри, сколько... Сколько деталей тут, и они все выработаны хорошо. Вот здесь, здесь такая полукруглая участок, и вот каждая деталь вырезана. Так. Внизу. То, что они там называют нужными дверями. Вот все. Причем оно не совсем дополировано до блеска, а в общем отполировано. Вы попробовали, насколько гладкая? Это. То есть все вот, вот здесь видно кристаллы кварца. Они такие блестящие. Они все срезаны. Гладенько. Саркофаг небольшой. И без замков. Да, и без замков. Хотя... Аня, ну это центрующие. Направляющие пазы, они глиновидные. Направляющие пазы. Ага, вот там. Так, сейчас. Можно ли ближе туда? Подойду. Вот. Ну они на нет сходят. Сначала уники, а потом все шире. А с другой стороны тоже есть такой. Да, да. Сейчас, секунду. Так, пазы. Вот тут. И, соответственно, ответная часть сделана так. Ага. То есть крышка не... Возможно для того, чтобы крышку не перепутать сторонами. Если предположить, что это было обработано и загружалось на сделок, то крышка могла перепутаться. Ведь ему нужно максимально плотное прилетание. Да. И смотрите, вот здесь идут все эти... Не знаю, как сказать, декоративные украшения. Пусть будет. Идут все. И вот один выступает больше, чем все остальные. Да. Я думаю, можно перелезть. Да, лучше не лезть. Так. Тут тоже все идут в одну линию. Я думаю, там тут тоже самое. Вот, скорее всего, зеркали, там, вот, из-за этого сделаны... Вот, из-за этого, вот, из-за направляющей, разной формы. Ничего не видно. Так, я про фото. Достаялся. Наверное, как советник, это не самая. Новодел. Почему-то они в фильме это говорят, что древнее. Это я помню. Так. Пойдем посмотрим, что тут. Еще одно боковое помещение. Слушай, смотри, они все одинаковые фактически, да? То есть, они все одинаковые размеры, мы с Алексеем другом, да? Как вариант, либо что-то стандартизированное, типа, условно, кровать, толпочка, и так далее. Либо же какой-то стандартный, там, набор каких-то ящиков, или же оборудования, или еще чего-то. Ну, похоже, очень сильно на какой-то склад разветвленный. То есть, есть центральная какая-то осень, носительная которой, тут уже, наверное, направо. А вот, отдельные помещения, которые, опять-таки, одинаковый размер. Так, размер помещения. Денис, рост там 190. Ну, да, он уже, наверное, по-другому, да. Да, можно один блок замерить, а не, в принципе, нет, они разные. Так, пошли дальше. Ты уже дальше был, да? Да, далеко. А интересно, где другой вход? Мы, вроде, все коридоры прошли, нет? Так, опять тут. Как в шахматном. Там один, там, находится не против друг друга, а еще один тут. Почему-то интересно, что все... Это мы сейчас не обратно идем. Нет, это мы сейчас идем вперед еще. И, причем, во всех блоки вот тут треснутые. Вот тут, я почти во всех видел. Тут треснутый блок, и внизу треснутые. Странно то, что, если мы идем по обычному коридору в полный рост, то здесь нам приходится применяться, то есть, соответственно, они занижены. Да. Вопрос, если почему? Хороший вопрос. Вот тут выше. Длинную бонусу не предполагалось часто использовать, а просто как... Все, опять арочное перекрытие. То есть, если это, например, условно там, ну, спальня, статичное дело, где занижены, потому что человеку надо внутренний мир. Как минимум, несколько раз в день ходить-заходить. Соответственно, может быть, как правило, как ответвление. Понятно, опять-таки. Вот, тут два помещения друг против друга. Одно. Ага. Тут опять гудит. Да. Да. Есть. Высота у всех, наверное, одинаковая. Да. То есть, если давай, смотри, вот тут сломка и по плечу. Да? Да, вот вершина. Ну, короче, этот блок наверху, это высотой 2 метра. 2 метра. Ну, да, скорее всего. Да. Если ты 190, ну, 2 метров. Еще, ну, где-то 2,5 до средней высоты камеры. Так, а что в другом? Он же, Галерию видел? Там, сверху. Там, где эти соли? Да. Да, я видел. Она идет еще в ту сторону. Мне интересно, где второй вход? Нет? Мы дошли до конца. Я сказала, что там наверху есть еще в коридор, еще один наверх. А, мы там сразу не зашли. Мы же пошли. Да? Да. Да, я не верю, но был. Слушай, не останавливайся, все время. Видел запись? Это в самом начале, да? Да. Самое лучшее, а тело лучше разговаривали. Ммм? Ну, что вы, ну, сейчас вы как разговаривали. Ничего страшного. Я там очень долго. Да, 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 да. Если он делал для всех своих пяти сыновей, почему он не делал стандартнее? Он откуда знал, по-моему? Какой выступ. Алис, год? Иду. Вот она выступает. Мы здесь идем. Здесь только тоже есть коридор. Мы идем. Давай. Там привидений нет. А вот это не было. Их уже давно выглядели отсюда. Самая запутанная пирамида, что я только видел из всех. И вообще его назвать пирамидой. И сравнивать. Да, я не знаю, как ты будешь удачить систему против... И сравнивать пирамиды. С этой системой вообще нечего. Это вообще другое мышление тут. А мы тут были? Да, были. Кстати, тут было влажно. Тут даже болото было по полу. Вот так. Возвращаемся обратно, где находится этот саркофаг. Там для канопан или для чего еще. Квадратный саркофаг. Возвращаемся обратно. Там везде? У тебя дом, чтобы туда пройти. Сонараш. Да. Видел вот эту штуку? Какую? Там везде. Конечно, не важно. Блоки чередуются. Широкие и узкие. Смотри, вот здесь маленький с выемкой. Ну, выемка какая-то. Блоки чередуются. То есть, они есть широкие и узкие. А, такие вставочки. А здесь, смотри, да. И почему-то вот здесь вот тоже. Здесь вставка. А, вот, кстати, да, вставка, видишь? Горизонтальная. Так, мы идем туда, куда мы не ходили. Ну, что, пошли. Я пойду вперед. Ой, кто тут пришел? О, тут вообще узкий коридор. Ну, наверное, ширина, сколько там? 50 сантиметров? Точно не метр. А, куда? Ого! Тут для особых хруйники проходят. А тут есть и наверх вход. Ого, какое узкое тут. И вбок, да. Вот это да. Так, в ту сторону идет. Здесь идет наверх. Это, наверное, второй вход. Его подперли блоками. Воковырять не нужно, думаю. Ну, если что-то в руки попадет, можно. А, вот это древнее. Вот. Вот отсюда. Нужно взять. Он нагрелось уже. Я иду туда. А ты как туда попал? Вот отсюда запрыгнул. Ага, да. Так, ты взяла, да? Щепочку. Это точно древняя. Ничего, просто подержи. О, тут еще один саркофаг. Да, тут кусок дерева на меня. Спасибо. Все, давайте. Смотрите, осторожно. Не прячьтесь. Так, что там, Денис? Да ничего, тут так же все, как и было в том. Такой же саркофаг? Ну, да. Ну, по ощущениям. Да нет, абсолютно. Такой же, если у него отличается основание. Тот, помнишь, был с рисочками, такой, более рифленый. И сюда выступающий. Здесь просто идет бортик еще. То есть, он только этим отличается. Здесь тоже набит вот глаз. Глаз, да. Не такой богатый фриз, как там. Там уж прямо очень вычеркнул. Да, там подделки мне больше понравились. Потому что там был более изящный рисунок и на самой крышке, нежели чем здесь. Но, в принципе, все вокруг гладкое, без рисунков, да? Да. Причем отделано без полировки. Вот в отличие от сакарских в Осирионе, там все... Не сравнить. Малые, но вот так хорошо, он ровненький, хороший. Пролезь. Ой. Так, он же... Может подержать сначала? Эй, я... Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Он же трещал, а вот он лопается. Так, она подперта более новыми блоками внутри. Видно влажность. Мне интересно, каким образом они вот эти камни закладывали. Сколько влажно внутри. Верхний подогнали, а потом все это щелкнули. Хорошо, вот этот камень положить. Так, здесь также надпись глаза. Ну вот этот, вот это родной. В этом месте. То есть вход был пустой тогда? Вырезан. Вот эти, вот рельеф, а внизу ничего нет. Как Денис поговорил. Камень за камнем, здесь накладывалось. Как будто не закончена часть. Все, фонарик мне не дашь, я поползу дальше. Все, вонар все есть. Это еще что нужно за сложение? Ну вот опалубка по... Что значит, облицователь? Они собирали свод. У них есть уже помещение. Готовый. Зачем еще-то? Не знаю. Ну вот слева, смотри. А это иероглифическая надпись какая-то. Где? На блоке. Черный? Черный. Вот, а здесь тоже надпись была. Вот этот блок, смотри. Вот видишь, его явно заодно положили, который... Да. Тертый, если нужна герметичность, то это правильно. В противном случае, было бы одинаково с обеих сторон. Чего лазит? Так, значит, крышка была задвинена. Вот его выступ. Здесь тоже виден выступ. И оно там было видно, как оно задвигалось с той стороны. Должно было задвигаться. Было открыто уже, наверное... Да я перепачкал себя когда-то. Позже археолог, да. Судя по блокам, которые подставлены. Деревянный брусок. Перестей не будет. Там явно такие блоки-то, немаленькие. Чем помыться он так вот. То есть, он внутри гладкий, да, это саркофаг? Да. Так, твоя очередь. Так, здесь видны древние балки. Перекрытие. Ну, наверное, предположительно, кедровые. Над одной из узких коридоров. Вот их якобы при строительстве подпирали. Вот. А здесь простые деревянные. Уже современные, наверное. В бруски вставляли доски. Вот. А этот кедр разрушается при... При... Если притронуться, Оно разрушается практически. Значит, древний изгнивший кедр. Ну, интересно. Тут же властность высокая. Так, идем дальше. This is closed. This is the other entrance? Closed, from up. Да, this from up. One up there. And one up from here. Oh, understand. Thank you. Так, мы идем еще дальше. Продолжаем. У нас длинный путь. В черной пирамиде Аминамхета 3. За Шури мы получили разрешение, чтобы тут побывать. Так, значит, так. Был какой-то блок для перекрытия, и тут уже дверца была, наверное. Открыто. А вот потом он хочет на что-то забакшишить доллары. Сейчас посмотрю. Так, тут была дверца. Минутно. И тут что-то задвигалось. Иди, пока он открывает. Да. Это закрытое место. Да. Продолжаем. Потом 30 саркофаг еще. Потом спустишься. Опс. А, да. Значит, он сказал, что здесь была дверь, но она заложена, выход на улицу. А, здесь на улицу? это мы вообще идем в кладке из глинобитных кирпичей подперта маленькими блоками то деревянными балками так он очень узкий здесь могу показать никиту как лезет в таком размере я ему обещал что наколенники не нужны будет на меня ругаться на она очень узкая так здесь а вот то что я видел сверху что идет сюда подъем наверно а ты вот так так значит вот та часть которую я видел которая поднималась сюда которая поднималась сюда значит я прошел там и здесь еще одно место есть нисходящий коридор куда-то доступе какие-то ступеньки тут вырублены да каким чудом чудом они нас сюда пустили вот а это грубо тоже сложенные блоки из глины так думаю нужно очень аккуратно ничего не затронуть здесь посвежее хоть решать можно и финиш хиро и финиш хиро и ванзару фрука рука руки так а вот у нас ква алибастровый алибастровый саркофаг то есть не саркофага а емкость для канопов где помещали четыре канопа алибастрового показывает как он просвечивается вот здесь были канопусы якобы и какой смысл канопы сюда поставить если фарона вообще сюда не хотели хоронить оба вот над нами треснутые блоки вместо сверху давит кладка или не знаю скала там есть так и алибастровый травертиновый ящик так идем на выход то есть не знаю куда на видео вроде все коридоры и помещения посмотрели которые были доступны и недоступны тоже так здесь видно все очень грубо и все это в глине пробито довольно стрёмно тут ходить я тебе скажу мы туда а окей так значит здесь спускаемся в то место которое я снимал снизу вот тут видно старые деревянные балки наверно кедровые то есть это якобы древняя реставрация это новодел мы сойдем вниз удалить всегда можно так тут нужно очень аккуратно хорошо тут скользко наверное желательно за эти балки не браться да и тут нужно будет спрыгнуть так посмотрим кто тут идет никита идет вниз да мы сейчас были принципе на верхнем уровне и вроде сюда нам нужно идти так мы очень спотели надеюсь не видно как я спотел так вот дошли до саркофага или этого квадратного ящика и идем на выход то есть по сути тут две внутренние структуры части пирамиды одна часть идет вход с той стороны светлый воздух с той стороны спускаемся идет вниз и направо одна часть всей структуры другая структура идет налево длинный коридор русский и вторая часть структуры где был еще один границ гранитный саркофага так значит мы внутри видели два гранитных саркофага гранитный саркофаг где там в другую сторону здесь где-то похоже очень на это я был это похоже не там ты был это не там был нет так значит тут еще одна камера последняя где находится третий гранитный саркофаг всего в пирамиде мы увидели три гранитных саркофага один квадратный известняковый ящик и алебастровый травертиновый такой емкость для конопов четырьмя отверстиями да и орнамент схожий здесь тоже с предыдущими саркофагами но если там глаза мы уже не проверим есть я уже сфоткал там есть глаза мы не проверим если выступающий орнамент слева да так ну что побежали на выход не буду врать на видео и там и это было все закрыто запечатано вот блоками так и с этой стороны идем на выход так мы тут были идем сюда прямой прямой коридор на выход приветствую вас лаи и от урс продолжают набор участников для совместных путешествий по египту мексике перу боливии и греции весной этого года программы этих путешествий вы сможете найти на сайте от урс путешествуйте вместе с нами да 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 за и да Продолжение следует...